Подписывайтесь на наш канал! 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 Как я уже говорил, в игре есть кооператив на двух человек и когда разработчики представляли игру, они говорили, что доселе это будет просто невиданное в игровой индустрии взаимодействие двух игроков. Посмотрим, чем они нас удивят, хотя я сомневаюсь. Как-то, когда немножко ближе знакомишься с игровой индустрией и немножко дольше, уже разучиваешься верить разработчикам на слово. Так, нажмите сперть, чтобы прыгнуть, двигайтесь, да я в курсе, что же меня учите, так как ходить. Что-то легко выходить на меня, чтобы я пошел сюда. Ну ладно, прыгать мы научились. Находясь возле вентиляции, зажмите, хорошо. А где мой друг Спок? Как же меня задолбало это клише, что все русские разговаривают на английском с таким диким акцентом. красная жара. Как мутко, let me speak from my heart in English, да? Ну, видимо, такие прецеденты и создают этим клише. Так, пока меня ни с какими даже коллекторами с ним познакомили еще. Я привык, что бегать на шифте, а тут на шифте завязан, ну, назовем его так, в кавычках, КПК нашего капитана, который показывает нам цель и все остальное. Ну ладно, давайте вскрывать. Я думаю, что дверь может быть с этой стороны. Возьмите шифт и нацельте, понял. Можно взламывать на расстоянии. Хорошая примочка. Что, все, сразу дышать стало чем? Сочтемся. Дайте, может уже, пострелять. Так, трикодер высвечивает провода, соединяющие удаленные друг от друга объекты. Следуйте за проводами, чтобы найти консульс, который запитает. Ну давай, вот они провода пошли. Выслеживаем провода. Я ее, в принципе, и так видел. Ух ты, мы будем еще с защитой играть. Что делать-то? Уравнять сигналы, прервать. А, все, вижу. Что-то вообще не понял, если что происходит. Что жать-то надо. Уравнять сигналы, а где они? Что-то я туплю. Одинаковые сигналы нужно найти. Вот этот. Твою мать. Давайте обойдем ее вместе со Споком. Спок, давай-ка ты делай что-то. Я ни хрена не понял, что там надо делать. Я так понял, что одинаковые сигналы сопоставлять надо. Молодцы на Спок. Не зря я тебя взял, помощники. Ничего себе. Подлетел. Че, квик-тайм вес будут? Эээ, Спок, у опасности. Так, че, вниз, вверх, куда? Даже полазить далее, попаркурить. Че, это тоже выключить? Без проблем. Я эти могу выключить, если надо. Нет, все, справились. Так, теперь нам придется немножко полазить. Ну, паркур, кстати, немножко добавляет интереса к игре. Хоть он и выполнен в стиле Человека-паука. Почему-то мне напомнилась именно эта игра. Ломаем. Пока что мы тупо работаем с окружением. Стрелять нам пришлось буквально пять секунд. Стрелять и переместиться в точку со Споком, это я знаю. Капитан Кирк из УСС-Энтерприз. У нас есть шуттель готова для вашей эвакуации. Капитан Кирк из УСС-Энтерприз. Давайте попробуем избежать экспозицию. Капитан. Я буду обеспечить любую помощь, которую я могу. Я буду коммуникатором. Но, опять же, я боюсь, что эти эфиры... Так. Костюмчик поменять нельзя. Так, что за панель, что она нам дает? А, таким образом мы лечимся, да? Ну, что-то такое. Среднее между Mass Effect, Dead Space, Gears of War... И все не до, да? То есть не до Mass Effect, не до Gears of War... И нету Dead Space. Так, как нам садиться в укрутие? Ну, это понятно, бейте! Открыzed на них и не увидеть. Сейчас, играй! А... Так, а! Я... Профугл момент. Эй, ну, я жму, а! Не понял юмора, вы че от меня хотите? Не понял юмора, вы че от меня хотите? Эй, игра, не расстраивай меня. По-моему, сейчас сгорю в аду. Бегом, 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 бегом. Да, затупил я, конечно, дико. Эй, ну я же в укрите сидел. Ну ладно, это я затупил. Не будем в этом обвинять. Мои друзья. Тут даже кувыркаться можно. Я заметил это уже к концу этой серии. Но это не серия, это беглый взгляд все-таки. Я сомневаюсь, что я буду проходить ее полностью. У меня никакого особого интереса к этому нет. Ну пошли. Ты чего опять тупишь-то? Давай-давай-давай-давай. Хорошо. Не прошло и полгода, как я это понял, как это делать. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Так, игру нам дальше соберу. Ой! Попалили опять. Теперь ты куда? Вижу. Спок занял мое место. Быстрее, 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 быстрее. Если честно, поднадоево. Но надо пройти. Успеем добежать до этого укрытия? Успеем. Успеем. Хорошо. Получилось бы курочка-гриль хорошая. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай, вот сюда. Оп. Ну и все, и судя по всему, последний рубеж этой стометровки. Хорошо. Конечно, я изначально к этой игре подошел скептически, я поинтересовался оценками ведущих игровых изданий. Вы знаете, были оценки даже 1,5-2, поэтому как-то тяжело подходить с энтузиазмом. Хотя я вообще никогда не ориентируюсь на оценки игровых изданий, потому что зачастую те проекты, которые мне пришлись по нраву, эти издания засирают и наоборот. Так, довольно забавная построенная локация. Удерживайтесь, чтобы прицелиться, чтобы стрелять. Так, давай. По кому стрелять-то? Хорошо. Можно даже подумать, что здесь можно потеряться, но здесь все линейно, и учитывая, что тебе большими оранжевыми маркерами показывают, что делать. Так, мне еще ниже. Побежали еще ниже. Так, когда можно будет по нему стрелять-то? Ну, вроде как, не свободно никогда. Ладно, давайте искать другое место. А, здесь просто нужно было пробежать по кругу. Все намного проще. Так. Цель наша. Вот она, да? Хорошо. Еще одну. Прошли мы стадию. И осталось одно, нам говорят. Пошли искать проход. Ну, это довольно весело, кстати. Только у кого проблемы с вестибулярным аппаратом, может и встошнить. Ой-ой-ой, это не вовремя. Вот это вообще не вовремя. Так, цель наша. Вот она. Ждем. Э-э-э. Хорошо, зато я успел выстрелить. Небольшой жагар нам не помешает. Все, пошли искать выход. Ух ты, блин. Сядь ты. Потихоньку они нагнетают обстановку. То есть сначала просто бегайте по этим крутящимся механизмам, потом бегайте за определенное, отведенное количество времени. Так, а где выход-то? Все вижу. Ну, мы уже близко. Надо отметить, что это, в принципе, довольно забавно. Так, что, мне поэтому надо выстрелить или что? Сядь за укрытие. Сядь. А что, что не садишься-то? Хорошо. Так, понимаешь, нам надо ниже пробежать. Бежим, 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 бежим. Я думаю, это последняя стадия уже. Надо отсюда выходить. Хочется еще в этом беглом взгляде и пострелять по кому-нибудь. Быстрее, 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 быстрее. Хорошо. Это было ядро, да? Двигателя. Ну, вот пока взаимодействие персонажей заметно только по открыванию дверей. Ну, еще один раз мы пытались дистанционно вывести из строя сварочные аппараты, которые мешали с Поку проползти дальше. Но зато музыка нагоняет эпичности. Ага, он говорит о том, что стреляйте в синий клапан, чтобы создать себе укрытие. Ну, это нормально. Тоже прикольный момент геймплейный. Хорошо. Сейчас побежим в ту левую сторону, чтобы побольше пробежать. Давай-давай-давай-давай-давай-давай. Хорошо. Я думаю, мы добежим до этого. Давай-давай-давай-давай-давай. Что-что солнышко такое нестабильное. Давай-давай-давай-давай-давай-давай. Ожидание напарника? Спок, не тормози. Этот один еще жив. Быстро, давайте его внутрь. Капитан, поддержка жизни сейчас на 4% и нестабильный. Продолжение следует... 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 Наклассники! С учетом гравитации. Одной одноклассницей меньше на встрече выпускников. А, она вон продыбанная какая. Видимо, такие примочки выдают всем. Чё, бежать будем, что ли? Бежим, 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 бежим. Чё вы от меда хотите? Я за споком. Кто последний, тот лох. Я не думаю, что эта станция освобождена, капитан. А, он думает так. Нужно бежать четко за ними. Они-то точно не ошибутся. Эй, не оставляйте меня одного. Чё-то вы ускорились, ребята. Давай-давай-давай-давай. Хорошо. Хорошая была станция. Уютная. Да, и это все было лишь прологом к основной игре. И, соответственно, туториалом, да, обучающим уровнями, которые мы знакомили с механикой геймплея. Давайте, в принципе, на этом и закончим мой беглый взгляд. Не удалось мне, как следует, пострелять вдоволь, сколько я хотел бы. Ну, подводя итог, можно сказать, что в какие-то моменты было даже довольно интересно, да, то есть это реализация с гравитацией, с солнечными лучами, от которых нужно было прятаться, параллельно отстреливая различного рода механизмы. Лично вот для себя, да, конечно, игра не стоит моего прохождения, я для себя это сразу обозначил, но если выделить отдельный жанр, да, игровой, как игровые адаптации фильмов, да, сериалов, то, в принципе, по сравнению со всем остальным, что мы знаем выходилом подобного рода, то вполне достойное творение. И если у вас есть лишняя пара рук дружеских, с которыми можно это пройти, вполне возможно, кто-то даже получит от этого удовольствия. Мы прибыли на Энтерпрайз, да, тот самый корабль, на котором все и базируется. Ну, хорошо, давайте на этом мое знакомство и ваше с этой игрой закончим. Игру можно приобрести в Steam, она стоит около 600 рублей. Игру также можно скачать, это стоит ничего. Выбирайте сами, кто что, кому что понравилось. С вами был Ани Бодиплеист, ставьте комментарии, подписывайтесь, ставьте лайки. Все, пока, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok